Молодежная политика. В минувший понедельник в навигаторе ее итоги за 2021 год обсудили представители профильного комитета администрации городского округа с приглашенными активистами молодежных организаций. Речь шла о волонтерской помощи жителям всех возрастов, в том числе в условиях пандемии, об участии студентов и старшеклассников в муниципальных, региональных и общероссийских форумах и фестивалях. Докладчики рассказали о мероприятиях патриотической направленности, об организации для молодежи спортивных состязаний, а также о помощи выпускникам учебных заведений в трудоустройстве. Всего в двух молодежных центрах округа в навигаторе Щелково и в крыльях Монина в 2021 году прошло 290 различных мероприятий с охватом более 12 тысяч человек. У нас появились новые направления. У нас, например, появился клуб экономического развития в молодежном центре «Навигатор» в этом году. Вот с августа он функционирует, пользуется большой популярностью у молодежи. У нас с августа появились художники-граффитеры, которые участвуют вместе с молодежью, вовлекая ее в творческую деятельность и в патриотическое воспитание участвуют в округе, в различных проектах. Юлия Зеленко рассказала, что в Щелкове на улице Неделина на доме 13 появился портрет маршала Митрофана Ивановича Неделина, нарисованный художниками из «Навигатора». В этом центре сейчас создается арт-комьюнити – это пространство, где будут проходить творческие мастер-классы и перформансы. Среди тех, кто принимает участие в деятельности молодежных организаций, есть победители многих муниципальных и региональных конкурсов. Максим Горюшкин – лауреат премии губернатора «Наша Подмосковья» за проект возрождения и развития игры «Кила». Традиционная русская игра «Кила», которую мы возрождаем с 2016 года на территории нашего округа и сейчас вышли на федеральный уровень, соответственно, дали за охват людей, за развитие традиционной игры русской. И плюс, наверное, я думаю, что за счет этого мы немного прославили нашу область в целом, потому что, еще раз повторюсь, вышли на федеральный уровень. Задача – привлечь молодежь в наш молодежный центр, быть для них интересными. Мы для этого все старательно делали. Проводили недавно, как я говорила, лагерь молодежного актива. Это как раз то мероприятие, куда приглашается вся лучшая молодежь, для того, чтобы в дальнейшем они стали для нас лучшими друзьями. Здесь проводили свое время в нашем центре. Мы вот именно на своей работе счастливы, когда к нам приходят молодежь и дети, которые рады заниматься в наших кружках, в наших объединениях. Радуются с ними ездить на соревнования, смотреть, как у них блестят глаза от этого. Для нас это счастье, например. В центре «Навигатор» отчет проходил по-молодежному энергично и креативно. На сцену выходили творческие коллективы, вокально-инструментальные группы и солисты, исполнявшие задорные песни. В завершение мероприятия всем отличившимся по результатам работы в 2021 году были вручены грамоты и благодарственные письма. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.